Но то, что у него вместо пистолета или автомата, винтовки, у него в руках фотоаппарат, ну или телефон, с чего он там фоткал, это четко видно. И заставить людей поверить в то, что безоружный, вооруженный фотоаппаратом парень проявлял агрессию в отношении солдата спецназа с оружием в руках, ну кто в это поверит, для кого эта информация? Новости из Соединенных Штатов Америки. Вчера стало известно, что, точнее напомню, что в этой стране, в штате Северная Карлина, был убит чеченец Рамзан Дараев. И убит он был, когда выполнял свою работу. Он занимался прокладкой интернета. Убит он был, значит, хозяином домовладения, точнее, хозяином владения, когда Дараев находился на территории этого владения и фотографировал щиток. То есть фотографировал свою работу для того, чтобы, видимо, скинуть какие-то отчеты. Хозяин этого владения хладнокровно расстрелял Рамзана Дараева. И удивило тогда то, что убийца был признан потерпевшим, так как сам инцидент произошел на его частном владении. То есть полиция, приехавшая на место, она определила Дараева как злоумышленника, а хозяина, совершившего убийство, определила как потерпевшего. Якобы он защищал свои владения и убил Рамзана. Но дело в том, что Рамзан Дараев был безоружен, он был абсолютно безопасен для хозяина этого владения. И сразу началась целая кампания различных СМИ американских, которые подавали эту информацию со своей стороны, пытаясь всячески дискредитировать Рамзана. Его уже в кого только, кому только его не приписали, и к российскому, в общем, из него лепили российского шпиона. И в Украине он там якобы был, там что-то пытались сказать, что он воевал против украинцев и так далее. Все это делалось для того, чтобы подготовить общество к оправданию подобного рода преступлению. То есть, понимаете, как бы ни работал закон, с одной стороны есть закон, якобы дозволяющий применять оружие, если кто-то там вторгся на свою частную территорию. Но мы ведь понимаем, что этот закон изначально, когда он разрабатывался, когда это право давалось этим американцам, владеющим оружием в Америке, и в большинстве штатов американцы имеют право владеть огнестрельным оружием и носить его там с собой. И вот когда им давалось вот это право применять это оружие, понятно, что в основу этого закона вкладывалась именно защита своей безопасности. Туда не вкладывалось, что человек просто там кто-то нечаянно на твою территорию попал, а учитывая, что эти территории, вот эти частные, мы должны с вами понимать, это не какой-то там трехметровый забор, который несанкционированно кто-то там преодолел, и как будто он целенаправленно, вот чтобы что-то там совершить шел. А это просто может быть абсолютно не огороженная территория, но она может быть частной собственностью чьей-то. И на ней там случайно могут оказаться люди, дети там могут оказаться. Поэтому закон, он изначально не для того придумывался, чтобы просто там, не дай бог, на твоей территории кого-то ты увидел, ты мог сразу открывать огонь на поражение. Не для этого. А здесь, если это дело покопать, немножко вникнуть в ситуацию, мы понимаем, что Дараев оказался именно вот такой вот жертвой. Он был, не был вооружен, он не представлял никакой опасности для хозяина этой территории. То есть его убийство, любая заинтересованная сторона, которая посмотрит, оценит все эти факты, он сразу поймет, что человек, убивший Дараева, просто воспользовался этой возможностью и удовлетворил свою давнюю мечту, по всей видимости, убить человека. Ну, как оказалось, не все это было не просто так. Оказалось, что убивший Дараева, хозяин вот этого, этой территории, это действующий сотрудник спецназа армии Соединенных Штатов Америки. То есть это такой аналог какого-нибудь спецназа ГРУ в России или спецназа ГУР Украины. Понимаете, это такое одно из самых элитных подразделений армии Соединенных Штатов Америки. И вот это действующий офицер, солдат этого спецназа. Тут, естественно, сразу мы понимаем, почему он так профессионально убил Дараева. А там подробности просто ужасающие. Там четыре, по-моему, выстрела, один из них сделан в голову. То есть это вообще как контрольный получается выстрел. В общем, и сразу становится понятно, почему так много было задействовано различных СМИ для того, чтобы подать эту информацию под нужным углом, чтобы оправдать этого солдата спецназа. Кто бы что ни говорил, мы с вами понимаем, что для жителей этого конкретного штата, этого населенного пункта, да вообще, в принципе, для американцев, для их политиков, для большинства, конечно, там найдутся и порядочные, хорошие люди. Но для большинства это выглядит картина вот таким образом. Вот есть солдат, американец, защищающий там интересы Соединенных Штатов, где-то проливающий кровь, рискующий жизнью. А есть вот приехавший мигрант, для них он приехавший из России, то есть там даже многие и не будут, никак чеченец, не чеченец. Для них это вот россияне, приехавшие из России. И вот он оказался на территории там частной. Какое-то недоразумение они вот так вот для себя они это определяют. То есть они сделали все, что угодно, чтобы этого человека оправдать. И по сути, что они, собственно, и сделали. В общем, вчера появилась информация, что расследование завершено. Все это время шло расследование. И вот, значит, офис Шерипа, округа Мур, штата Северная Каролина, сопоставив там все эти факты, расследовав, в общем, пришли к выводу, что этот солдат Соединенных Штатов Америки, спецназа, он полностью невиновен. Рафик ни в чем не виноват. Получилось у них его действия признаны, ну, оправданными. Все это, там это, если вы почитаете то, что они там пишут, то там вообще создается такое впечатление, что, значит, Рамзан Дараев не санкционирован, без каких-либо там, значит, опознавательных знаков, что он, ну, что он работает в этой какой-то коммунальной там службе. В неурочное время, то есть вечером, когда уже якобы стемнело, в общем, нарушив там всевозможные техники безопасности, он находился на частной территории, потом его увидела якобы жена супруга, значит, этого военного, она ему сказала уйти, а он что-то там, значит, агрессивно что-то там ответил. Потом те позвонили в полицию, потом приехал этот муж, он, значит, ему тоже попросил его вежливо, видите ли, значит, уйти, а он начал агрессировать. И тогда, мол, тот, значит, взял его на мушку, сказал, не проявляю в мою сторону агрессию, но Дараев все равно вел себя агрессивно, пытался на него напасть, и тот, значит, тогда произвел выстрел. Но там столько несостыковок в этой версии. Дело в том, что они сами же, сам этот шериф там в своем этом заключении говорит, что он, значит, не владел английским языком, очень плохо владел, то есть там он не смог изъясниться. Сначала жена говорит, что он не смог якобы изъясниться. А потом мы видим, что он, значит, проявлял там агрессию, он что-то там его чуть ли посылал. Но безоружный человек, а, кстати говоря, его в этом заключении, ему никто не обвиняет, что у него было оружие там, или было у него вообще что-то запрещенное. То есть нам предлагают поверить, что абсолютно безоружный человек, выполняющий свои служебные обязанности, допустим, даже если это все в неурочное время там происходит, допустим, это даже реально там без соблюдения техник безопасности, хотя я не знаю, может, ну, допустим, вот давайте на секунду это примем. Вот представим, что реально на нем не было, допустим, опознавательных знаков, и это в нерабочее время происходило. Вот они видят, что человек, значит, стоит, что-то там фотографирует. Допустим, возникли какие-то сомнения в его безопасности. Его взяли на мушку, ему задают вопрос, он плохо говорит по-английски, допустим, его вообще невозможно понять. Но то, что у него вместо пистолета или автомата, на винтовке, у него в руках фотоаппарат, ну, или телефон, с чего он там фоткал, это четко видно. И заставить людей поверить в то, что безоружный, вооруженный фотоаппаратом парень проявлял агрессию в отношении солдата спецназа с оружием в руках, ну, кто в это поверит, для кого эта информация? Понятно же, что это ложь. Понятно же, что просто воспользовавшись этой возможностью убить парня, этот американец осуществил это свое желание и убил Рамзана Дараева. И, к сожалению, получается так, что сейчас с точки зрения, со стороны законодательства Соединенных Штатов Америки, он не понесет никакого наказания. Он даже не заплатит штраф за это. Вы понимаете, что значит оправдан полностью? Ты ни в чем не виноват. Как если бы, вот как я, допустим, когда ко мне меня убивать пришел человек с молотком, и я оказал сопротивление, ну, и нанес там какой-то вред его здоровью. Вот мои действия были полностью оправданы, потому что это была самооборона. Никаких обвинений в мой адрес не было. Вот представляете, в отношении этого американца поступили точно так же. Хотя его убивать никто не приходил. Никто не приходил вообще к нему, чтобы с ним, чтобы причинить ему какой-то вред, или даже поговорить с ним. Никто не собирался с ним даже контактировать. Человек просто выполнял свою работу. Ну, не знаю, может, неправильно ее выполнял. Допустим, даже если так. Ну, и что? Ну, это он просто делал свою работу, свои служебные обязанности. И если он это делал неправильно, то его за это должен был наказать работодатель, там, штраф, уволить его максимум с работы. Ну, какой-нибудь, может, регулирующий орган есть в Соединенных Штатах Америки, который как-то регулирует работу этих служб коммунальных, или я не знаю, как они у них называются. Ну, они, может быть, должны были вынести какое-то предупреждение компании, этому подрядчику. А компании, опять-таки, применить какие-то дисциплинарные взыскания в отношении Рамзана Дараева. Ну, вот так происходит в цивилизованном мире, когда кто-то там нарушает правила выполнения работ. Ну, где-то там оказывается, может быть, не на частной территории случайно. Ну, вот так это работает. Но никак невозможно себе представить, чтобы в нормальном цивилизованном мире ты случайно оказался на частной территории, и тебя за это просто убили. И потом убившему тебя человеку не будет за это ничего. Удивительно просто. О чем можно вообще после этого говорить? Потом, понимаете, когда на такие вещи начинают указывать, говорить, когда вот оттуда пытаются кого-то получать, и им потом говорят, подождите-ка, ребята, вы разве можете кого-то получать, если у вас здесь у самих вот такое происходит? Потом там не нравится, когда так указывают. Считают, что это неправильный прием, типа не надо. Ну, надо, только так и будет. Конечно, вам будут на это указывать. А как иначе? Конечно, понятно, что правильные действия конкретного человека или государства, они не зависят от неправильных действий другого. Но это государство или человек, который сам не выполняет должным образом своих обязанностей, он не может просто кого-то другого упрекать. Понимаете, вот что происходит. Поэтому постоянно этими вещами тыкают, об этом напоминают. И вот эта ситуация, она просто парадоксальна на самом деле. Я понимаю, что найдутся люди, которые начнут говорить, что это закон, вот, там, это частная территория, поэтому и так далее. Я это, я это все понимаю, но я это не принимаю. И ни один нормальный человек это не может принять. Мы, окей, это твоя частная территория, никто не имеет права на нее заходить, это все понятно. Но ты не можешь просто так убить человека за то, что он нечаянно зашел на твою территорию, если он тебе не угрожает, если он у тебя ничего не ворует, он ничего плохого на твоей территории не делает, но максимум вызови ты полицию, пусть она с ним разбирается. Но не убивать этого человека. Вот так выглядел Рамзан Дараев. Это его фотография. И, к сожалению, этот парень-теченец стал жертвой армейского спецназовца Соединенных Штатов Америки, который решил злоупотребить действующим законодательством в этой стране и, видимо, удовлетворить свою не очень здоровую психологическую потребность убивать людей, убить человека. Субтитры создавал DimaTorzok